чё приехал вот моя красота из самары перевозчик сейчас будем разгружать выгружать ой тут и щенки здравствуйте у меня все эти ваш номер даже записанный мне даже говорю номер ваш записанный вы мне позвонили у меня номер отразился думаю что кого-то возили от меня уже и цыплята у вас и котята она здесь или там и безухая то что вот она моя очередная покупочка новиночка коза ла-манча ла-манча она очень условно никаких на нее не родословной не справка происхождение просто по факту даже не то чтобы отсутствие ушей а короткие уши вот так вот я сейчас чуть-чуть в сторону чтобы она на белом фоне было ее можно разглядеть такая короткоухая коза да кто меня регулярно смотрит не раз слышали что я хочу для контраста козу породы ла-манча ну вот опять говорит очень условно что она ла-манча но то что в ней есть эти крови мы видим и по отсутствию ушей ну короткоухости опять-таки да такие уши называют по моему форма ушей эльф вот потому что есть ушки еще меньше даже практически их полное отсутствие вот но по характеру вот то о чем я вам рассказывал чем славится порода ла-манча это своим золотым спокойным замечательным характером вот коза как будто бы жила у меня всю жизнь прям вот с первой дойки стояла пыталась лизать мне ухо лезла в карманы заглядывал что есть что происходит очень общительная доброжелательная миролюбивая я ее подселил в клетку к нубийской козочки баска и то есть в одной клетке сидит коза с большими ушами из короткими ушами да вот это второкотка купил я ее дешево за 7000 то есть для дойной козы цена смешная а привезли мне ее из самары тоже небольшую сумму я заплатил перевозчику мы прям знаете такой очень демократичная цена которую назначил перевозчики я прям аж удивился вот она не крупная у нее 2 окот был в ноябре и в этом году ее не до или вообще ну то есть она там жила для мебели вот и и сосал козленок думал соски будут маленькие потому что если козлята под козой как правило соски не очень крупные бывают ну вот первый окот говорит ее тоже сосал козленок и с нее сдаевали полтора литра ну в принципе даже если она доела но как бы кормила козленка полтора литра и полтора литра с нее сдаевали 3 литра для первого котки тоже неплохо сейчас она у меня привыкнет к моим кормам до к содержанию к микроклимату и ну раздается раздается не раздается ну что ж теперь покроется и окатит с третьим окотом прибавит никуда не денется чтобы коза показала весь свой потенциал коза должна у вас родить это говорят абсолютно все это не то что я вам какую-то там от себя те нанесу да да моя зайка да вот поэтому даже если вы купили козу и вам обещали хорошие от нее удое если они действительно таковыми были если она на новом месте сбавила то это нормально то есть ничего критичного то есть окатиться в следующую лактацию покажет весь свой потенциал опять если вы сможете его раскрыть хорошим кормлением и содержанием зовут нее у меня я ее назвал элси звали ее очень простым именем я ничего не имею против простых имен но как бы не ложится на ее физиономию ее бывшая кличка я даже называть не буду вот элси я ее назвал я смотрю то есть не точнее уже досмотрел сериал аббатство даунтон просто великолепный английский сериал кто не знает что посмотреть я прямо это я в восторге от этого сериала и там одну из героинь мисс хьюз звали элси ну мне показалось очень красивое имя решил применить его на козу никакого козла алла-манча я покупать себе не собираюсь или переходить на другую породу это чисто для интереса для взгляда чтобы была ну какая-то визуально иная коза то мне уже описали это мне нужен как я раз я купил козочку нубийку это не нужен нубийских козел раз я хочу козу ла-манчо это мне нужен козел ла-манчо да ничем не надо у меня вот альпийские козы в своем большинстве замечательная идеальная порода я ею очень доволен и удоим и качеством молока и то что они сами по себе могут быть разнообразны по окрасу но вот захотелось чего-то иного поэтому одна козочка нубийка одна ла-манчо опять условно ла-манчо а то сейчас будете мне опять тыкать отсутствием породности вот захочу покрыть или там продолжить рот у нас куча объявлений по саратову которые предоставляют козлов на случку и есть и ла-манчо и нубийские и прям сильно рядом то есть приспичит отвести козлу козу на случку на покрытие то есть никакого особого труда не составит за покрытие у нас берут две-три тысячи в принципе нормально адекватная цена я тоже за покрытие альпийским козлом беру 2000 что замерзла да вот такая вот красота вот в принципе я ею очень доволен ну и опять таки мой любимый окрас сангоу были у меня когда-то абсолютно все козы альпийские в этом окрасе она тоже взгляду примелькались и появились козы иных окрасов ну как я говорю самое главное это молоко дайте мне мои 4 литра а визуально и по патч-порту можете быть абсолютно кем угодно привет смотри у меня лежит сено у калитки это не то что я докупила мне чет не хватило у меня брали его для реквизита представляете да сена у нас теперь стало не кормом не средством содержания скота это теперь реквизит брали у меня его для антуражу упакована пакетах возили его в город вселяете да на выход сена ездила как говорится где посмотреть себя показать дочку соседей работает в управлении культуры каком-то городском вот ну в районном не знаю городском и они организовывали массовые гуляния на ну вот эти на покрещение типа святки ну и для антуражу реквизиту сельского колориту вот брали сено чтобы сделать фото зону тоже собирали они и платки и самовары лапти но короче прялки всю вот эту вот деревенскую сельскую можно даже сказать зачастую утерянную атрибутику но массовые гуляния без этого никогда не обходятся даже вот какие-то фестивали праздники день города вот у нас есть районный фестиваль багаевские яблочки каждый район каждая школа делает свой стенд да вот это же зачастую оформляют его в народном деревенском стиле в народных костюмах которых никто никогда и не ходил за свою жизнь но для праздника для создания особой атмосферы народности принадлежности к своей культуре короче брали сено укладывали на него тоже платки и прялки так что вот так вот как я говорю маму цвет приезжал грузили они тоже свое время держали много скота и свиней над корме и козы и птицы много держали вот но сейчас работают то ли не хотят то ли времени не хватает сами теперь скот не держит где сен брать конечно у пашки больше негде сходил на почту получил посылку это мешок с шерстью бабушки для развлечения потому что летом весной осенью у нее огород занятия зимой она страдает от безделья найди мне шерсть начал искать на авито шерсти вообще нигде нет по крайней мере у нас вот в саратове вот а я ей в том году помните покупал готовые пасмы шерсти якобы настоящая типа натуральная шерсть она даже действительно пахло шерстью она из них связала две пары носок и короче ну шерсть не держит несмотря на то что у нее такая плотная вязка что несмотря на многие годы вот кстати вот у меня варежки в кармане вот смотрите этим варежкам она мне вязала когда я был студентом то есть этим варежкам примерно лет 15 и видите они держат форму не такая плотная вязка не резинка ничего не растягивается вот ну в общем те аскера связала и буквально через две недели они все поплыли резинка такая размахарилась то есть они прям реально сползают с ноги а овец сейчас держат в основном но у нас в регионе курдючных мест мясного направления то есть шерсть спросом не пользуется и шерстных овец не держат ну и стараются держать тех которые сами линяет чтобы хочу и стричь не нужно было вот это у меня подписчик заказывал масло сыр вот и мы разговаривали держит они в воронежской области довольно большое стадо овец они у них тоже не особо шерстные там на базе романов китекселя дорпера 2032 хочу до хрена их бяшечки барашечки 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 все ручные такие это шерсть весенние стрижки то есть это не осенняя осенняя шерсть на вязание не подходит она идет на валяние а вот именно весенние она идет уже на вязку вот копали не мешок шерсти но он тоже не как сказать но чисто как постриженная вруб вруно собрали и так она в мешках и стояла ну бабушке будет занятие чем заняться перебирать разбирать вот прясть пряха у нее деревянная старая тоже ты прялки лет 60-70 наверное ну вот все она будет при деле заниматься ну и как-то зимний день пройдет быстрее начали сюда наливаю молоко это у меня вот три козья и одна бутылка короля галочку вот на крышке нарисовал чтобы не спутать вот разным людям ну и себе нацедил сразу в банку я думаю все колхозники кто занимаются молоком вот так вот разливая молоко по банкам для клиентов по бутылкам и себе редко кто цедит в кружку в основном но по крайней мере как я здесь видел у нас все цедят в банку и в козе я как завел коз перестал пить король и молоко козу у меня уже 11 лет 25 января 2013 года у меня появилась первая коза купил я у соседки козу вот потом получается мне вдовеса к ней отдали еще одну козу и козла которого не смогли продать собственно вот так и началось мое козоводство и когда они были не дойные котные вот и когда предстоял окот все же говорят что козье молоко вонючее она с запахом козы со вкусом козы и в общем сколько рассказов я слышал вроде бы пить надо но оно такое отвратное и начала доится это коза первая калина я попробовал молоко уже приготовил на точнее перед тем как попробовать молоко уже приготовился морально что сейчас она пойдет наружу она оказалась настолько вкусным настолько сладким обволакивающим я говорю но вот козье молоко во рту она как облачко возможно это вот на эти предрассудки от тех старых советских коз потому что нас россии не было развита молочное козоводство она начала развиваться только с конца 90-х возились козы было хозяйство красной нивы по моему не помню в какой области они разводили коз заанинских потом появилась в тверской области хозяйство бодровых надежда но ранее было с плем статусом ну как племенной хозяйства вот сейчас они на этот статус не претендуют но коза у них от этого менее породными не становится да так вот у молочных коз молочное направление молоко совсем другое и вот даже по разным породам у меня ранее были заанинские козы вот от заанинских коз мне нравилось молоко по отношению к коровьему но когда у меня появились альпийские козы у альпийских коз еще вкуснее чем у заанинских от нубийских честно не пробовал у меня были помесные нубики но разницы от помесных нубик и альпик я не почувствовал поэтому как бы возможно у нубик молоко еще вкуснее но это чисто опять-таки если верить заводчиком этих пород я собственно что хотел рассказать это вот наливаю молоко этим клиентам про наш с ними знакомство они у меня начали брать до нового года еще берут одну бутылку в неделю полторашку коровье молоко ребенку ну как бы для здоровья чтобы пил да вот и они берут и в очередной приезд женщина говорит ваше молочко ребенок с таким удовольствием пьет он говорит она как магазинная а у меня корова же галштинка у неё молоко нежирное но такое сравнение с магазином я допускаю да я начинаю говорить это у меня корова галштинка и вот у них молочко пожиже она горит не он говорит магазин как магазины потому что она не пахнет коровкой мы брали у другой хозяйки ранее ребенок не хочет его пить мы его заставляли пить это молоко но она пахла коровой мы хозяйку спрашивали почему молоко пахнет коровкой а она говорит потому что молоко у коровы в имени а в имя располагается рядом с желудком где кишки а в кишках какашки это что молоко пахнет коровой ну как бы мы говорим что коровы и ну кого понимаем что какашками да это потому что такая анатомия животного потому что молоко в имени Вымя рядом с кишками, в кишках какашки Так что, дорогие молочники Если вам скажут, что молоко от вашей коровы пахнет какашками Вот такое вот логическое объяснение Главное, не подкопаешься, да? Молочко в вымечке, в вымечке Рядом с животиком, в животике какашки Молоко пахнет какашками Пейте, не обляпайтесь Такое вот логическое объяснение Вот как люди Маскируют свою, возможно, безалаберность и неаккуратность в дойке Почему там у них молоко пахнет коровой? Ну, молоко пахнет коровой зачастую Если ручная дойка И подоили, молоко оставили в подойнике Не вынесли сразу из сарая То есть при аппаратной дойке Запах в молоке практически исключается Потому что нет контакта с прямого, с воздухом, да? Вот И если все-таки ручная дойка Сразу нужно молоко выносить из хлева Чтобы молочный жир впитывает запахи Именно молочный жир Чтобы молочный жир не впитывал запахи Хлева, сарая Подоили сразу молочко Вынесли куда-нибудь подальше Чтобы он не впитывал запахи Ну и, естественно, должна быть Аккуратная чистая дойка Чтобы на вымени ничего не было Чтобы на сосках ничего не было Я вот не приемлю даже использования Каких-то там вазелинов, середолов, жиров Которые при дойке ручной используют Вот Я даю, как говорится, на сухую Так что вот такие вот дела А каких только дураков, чудаков нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok